2024 год обещает быть важным для Unreal Engine 5. Epic Games представила свою дорожную карту на следующий год, и в этом видео я расскажу о том, что, по моему мнению, является наиболее важными новыми функциями. Одной из них является Substrate, что представляет собой совершенно новый способ визуализации материалов. С тех пор, как материалы в Unreal Engine 4 визуализировались через процесс, называемый физическим рендерингом или PBR в сокращении, обычно PBR материал состоит из четырех различных текстур. Текстуры цвета, которая определяет цвет объекта. Текстуры шероховатости, которая определяет, насколько материал грубый или блестящий. Столическая текстура, которая определяет, какие части объекта являются металлическими. И карта нормалей, которая искусственно добавляет фальшивые тени, чтобы придать объекту вид более детализированным, чем он есть на самом деле. Совместно с этими четырьмя текстурами можно представить большинство материалов. От камней и дорожных конусов до крупных зданий и городов. Все эти материалы определяются этими текстурами. Создание PBR материала просто. Перетаскиваете текстуры и подключаете цвет к базовому цвету, металлическое к металлическому, шероховатость к шероховатости, нормаль к нормале. И вот у нас есть готовый материал. То же самое происходит и в других программах, таких как Blender. Они используют PBR текстуры для создания материалов. Однако у системы материалов Unreal Engine 4 есть свои проблемы. Особенно при смешивании двух разных материалов. Это может не выглядеть так, но объект смешивается между двумя материалами. Мы смешиваем грязевой материал сверху и металлический материал снизу. Так мы в настоящее время комбинируем материалы. Иногда, как здесь, это выглядит ужасно. Это потому, что Unreal считает, что один материал. Он не знает, что это два разных материала, которые вычисляются отдельно. Переход выглядит плохо, потому что мы переходим от металлического материала к неметаллическому. Материалы Substrate. Это игровой переворот, потому что он позволяет материалам в одном графике рендериться отдельно друг от друга. Теперь материалы смешиваются реалистично. Вот старый материал и вот совершенно новый материал Substrate. Он выглядит намного лучше. Светлые моменты заметны и цвета больше не вымываются. Это следующее поколение визуализации материала. Substrate все еще использует PBR, но дает нам доступ к большому количеству опций, ранее недоступных. Теперь у нас больше контроля над нашими материалами, чем когда-либо раньше. Благодаря этой новой системе наложения, мы не только сможем реалистично переходить от одного материала к другому, но также добавлять материалы друг на друга. Вот два разных материала, наложенных друг на друга. Внизу у нас материал скалы, а сверху лед. Теперь мы можем наложить лед поверх скалы и получить оба материала в комбинации. Слои рендерятся отдельно друг от друга со своими собственными зеркальными отражениями и тенью. Substrate также улучшает рендеринг стекла. Теперь можно получить матовое стекло. Раньше было сложно создать такой материал без Substrate. Теперь стекло реально, и мы можем контролировать, насколько оно будет матовым. Недостатком является то, что Substrate более сложен, потому что у нас появляется гораздо больше опций для настройки материала. Еще одной значительной особенностью являются ландшафты нового поколения в последней версии Unreal Engine 5.3. Теперь ландшафты поддерживают Displacement, что предоставляет нам возможность нанести мелкие детали в высоты ландшафт. Это позволяет нам изменить вид ландшафта с такого на такой. Множество деталей, которые ранее обрабатывались объектами, теперь можно встроить в сам ландшафт. Ну и у ландшафтов еще долгий путь развития. Это одна из старейших функций движка. Самым большим ограничением является то, что они не являются трехмерными. Конечно, ландшафты находятся в трехмерном мире, но ограничены в направлении Z. Они могут двигаться только вверх или вниз. Невозможно встроить горизонтальные пещеры и расщелины в ландшафт. Когда вы видите пещеры в Unreal, подобные этой, пещера не является частью ландшафта. Это сборка мешей, маскирующихся по часть ландшафта. Если я скрою ландшафты деревья, вы увидите, что пещера не является частью ландшафта. Вместо этого это набор статических мешей, объединенных вместе, чтобы создать пещеру. Затем, если я скрою все, кроме ландшафта, вы заметите отверстие, которое я вырезал прямо в нем, где находятся мои статические меши для имитации пещеры. Это проблема, потому что в реальной жизни ландшафты трехмерны. Природа может нам предоставить уникальные формы, такие как пещеры или расщелины, которые невозможно создать только с помощью ландшафтов Unreal. Мы вынуждены использовать объекты для их имитации. Инструменты для Unreal, такие как плагин Voxel, позволяют нам создавать трехмерные ландшафты. С использованием плагина Voxel мы можем копать ямы в земле или создавать арки динамически. Epic Games говорит, что они работают над тем, чтобы сделать ландшафты трехмерными. Скорее всего, мы увидим инструмент, аналогичный плагину Voxel, встроенный непосредственно в движок, что позволит создавать более сложные ландшафты. Второй по важности функции после Substrate является процедурное создание контента, которое будет продолжать обновляться и совершенствовать. Процедурное создание контента или PCG в сокращении представляет собой новый способ быстрого создания окружающей среды. Мы можем задавать условия, чтобы сообщить Unreal, как использовать случайную генерацию для рассыпки объектов. Это очень похоже на геометрические узлы в Blender или в программах типа Gaudini, но встроены непосредственно в движок. Самые популярные примеры процедурного создания это игры Minecraft или No Mine Sky. Меры не созданы вручную, а каждый из них генерируется случайным образом на основе ряда правил, созданных разработчиками. Эта среда, которую вы видите, полностью сгенерирована с использованием PCG. Я не размещал ни один из этих активов вручную. Все они размещены процедурно на основе алгоритмов, которые я создал. И что действительно уникально, так это то, что я могу очень быстро изменить всю среду. Допустим, мне не нравится лес. Может быть я хочу заснеженное окружение, тогда я могу просто переключить переключатель и мгновенно весь мир изменится. Или я могу выбрать пустыню, и тогда у нас появится биом, похожий на оазис. Мы можем полностью изменить окружающую среду из-за того, как я настроил PCG. Если я вернусь к лесу, всегда можно изменить конкретные значения. Например, если я хочу больше деревьев, я могу изменить это до 0.8, и теперь у нас очень густая среда. PCG это экспериментальный инструмент, поэтому есть некоторые проблемы. Предположим, что я хочу поставить здание прямо здесь, и это дерево мешает. Нет способа выбрать это дерево индивидуально, не выбирая всю PCG целиком. Я не могу переместить его или удалить, не превращая всю PCG в штамп. Это можно сделать, покрутив вниз, выбрав PCG, а затем выбрать очистить связь с PCG. Недостаток в том, что после этого среда больше не является PCG, поэтому я не могу ввести больше изменений. Не могу переключить биом или изменить плотность определенных объектов. Я застрял с этой средой, в которой нахожусь. Это деструктивный рабочий процесс. PCG вскоре получит функцию, аналогичную инструменту выбора растительности. Например, когда я раскладываю объекты, и мне не нравится расположение конкретного меша, я могу нажать на кнопку выбрать любой актив, который был нарисован инструментом растительности, перемещать, масштабировать, вращать его и даже удалить, если он мне не нужен. У PCG появится такая же возможность настройки, чтобы мы получили именно те окружения, которые мы хотим. Также, если вы когда-либо пробовали использовать PCG раньше, это может быть сложно и требует много навыков программирования. В 2024 году к PCG добавится много новых узлов и функций, чтобы упростить этот процесс, чтобы ими могли пользоваться все, поскольку графика с PCG становится более простой для использования. Мы увидим рост процедурных инструментов, что станет похоже на геометрические узлы в блендер. Геометрические узлы – это хороший пример возможности процедурного создания. Есть большое количество инструментов, созданных с их помощью. Можно генерировать все, от деревьев до целых зданий, процедурно, используя геометрические узлы. Вокруг PCG мы видим развитие аналогичных инструментов, и вскоре мы сможем создавать целые открытые миры процедурно-безручной установки. Каждый актив также будет обогащен дополнительными функциями искусственного интеллекта в Unreal Engine 5.3. Epic Games добавили нейронные сети непосредственно в движок, что означает, что мы можем использовать машинное обучение в Unreal. Они планируют добавить еще функции в 2024 году, использующих машинное обучение. Нейронные сети являются основой искусственного интеллекта. Все основные инструменты искусственного интеллекта, такие как чат-боты или Stable Diffusion, используют нейронные сети. Без них эти кампании по искусственному интеллекту не были бы возможными. Это классная новость, потому что Epic Games тоже добавили нейронные сети прямо в Unreal. Это означает, что мы можем обучать искусственный интеллект прямо в движке, не прибегая к серверам. Машины обучения уже используются для улучшения MetaHuman. Одной из самых крутых новых функций, которые они представили, является MetaHuman Animate, которая активно использует машина обучения. Она позволяет нам записывать движение лица с нашего телефона. Берется видео и данные о глубине, и создается 3D-реплика нашего лица, чтобы сопоставить движение на лице. Мы можем взять это движение и применить его к другим MetaHuman. Некоторые из самых сложных симуляций были бы невозможными без нейронных сетей. Одними из самых сложных симуляций, которые мы можем рендерить, это симуляции мышц. С использованием машинного обучения мы теперь можем обучать наших персонажей. Когда мы позируем или анимируем человека, искусственный интеллект будет предлагать, как мышцы будут деформировать модель. Это похоже на наличие слоя мышц под кожей без всех затратных вычислений, что позволяет получать деформацию мышц в реальном времени. Это только начало. На Unreal Convention Epic раскрыли свои планы по внедрению дополнительных функций для использования искусственного интеллекта. Замечательной особенностью станет автоматическая маркировка мэшей, что сделает поиск правильного мэша в браузере контента гораздо проще. Самой практичной функцией является машинное обучение на основе денойзера. Торсировка лучей наиболее точный способ получения глобальной освещенности, но очевидно, что в нереальном времени нам приходится ждать, пока торсировщик мощности не сделает рендер более четким изображением. Машинное обучение на основе денойзера устранит этот недостаток, предсказывает, как будут выглядеть пиксели до того, как рендер завершится. И, наконец, в 2024 году Unreal получит значительное повышение производительности, поскольку становится многопоточным движком. Ваш центральный процессор – мощное устройство, и одной из причин это является многопоточность. Это позволяет использовать различные ядра вашего центрального процессора одновременно, так что одно ядро вашего ЦП может выполнять один расчет, в то время как другое ядро выполняет одновременно. В настоящее время Unreal использует только два потока. Мы едва замечаем разницу между 16-ядерным и 8-ядерным центральным процессором. Многие современные игры, такие как Cyberpunk, используют все ваши ядра для максимального быстрого рендеринга. В следующей версии Unreal 5.4 мы получим многопоточный рендеринг. Это означает, что мы увидим значительное улучшение частоты кадров со всеми мощными центральными процессорами и большим количеством ядер. Cyberpunk сильно выигрывает от многопоточности. Есть увеличение частоты кадров на 50%, когда переходишь от 4 ядер к 16. Мы можем ожидать аналогичных приростов и в Unreal. Все это делает Unreal Engine 5 работающим намного лучше, чем Unreal Engine 4. Вот все основные возможности, которые мы получим в следующем году, и которые, по моему мнению, являются наиболее важными. Вы можете ознакомиться с картой развития Unreal, чтобы увидеть полный список предстоящих функций. Спасибо огромное, что посмотрели это видео. Буду рад и благодарен вашему лайку и комментарию о том, что вы ждете от Unreal Engine в будущем. Всего доброго, пока!